Монастырь Святой Троицы Олеви. Узнав про него случайно, не захотелось там побывать. И вот, в один из дней все сложилось, и я отправилась в путь. Поворот на дорогу к Олеви находится за крепостью Ананури, не доезжая до Тихидзири. К этому моменту уже начало расцветать. Впервые лучи солнца коснулись вершин гор. После поворота дорога есть теоретически, на практике же внедорожник смог пройти совсем недалеко. Путь пешком тоже перемежался вязкой грязи, слабым продавливавшись снегом и вдов. В тех лесах много зверей. Я видела следы зайца, лисицы, волков, разных птиц и прочие лесные людки. Сложность пути, постоянно вязвая ноги снизу, где по щитолотку, а где и выше колена, скрашивалась теплотой и ярким солнцем. К моменту, когда я оказалась у подножия горы Олеви, мои ноги были мокрыми над сквозь колено. Я знала, что монастырь находится наверху, поэтому, недолго думая, полезла прямо вверх по склону. И вот я на вершине. Почти. Я вышла на дорогу, по которой можно было двигаться с другой стороны. Но, видимо, мне нужно было пройти этот путь. Еще немного поднявшись, я оказалась на вершине горы, с которой открывались головокружительные виды на кавказских хребетах. Вдали виднелся монастырь. Я отправилась туда. Никого не было. Я пошла сразу к храму. Мне навстречу вышел настоятель. Высокий, крепкий человек, но он показался мне суровым. Настоятель стоял на улице. «Ты одна сюда пришла, дочка? В лесах дикие звери. Это опасно». «Вы боитесь диких зверей, отец?» «Нет. Пойдем-ка чай пить». Мы вошли в коридор жилого помещения. По дороге он сказал мне, что живет тут один. И чтобы не сидеть без дела, мастерит. То, что я увидела дальше, сложно было даже вообразить. Вдоль огромных окон веранды с красивыми занавесками были подвешены горшки с аккуратными растениями. На стенах развешены коллажи, композиции сухоцветов, колокола разного размера, аккуратные ряды дров вдоль стены. Пойдем, дочка, на кухню. Будем пить чай. Цейлонский. Цейлонский. С медом и конфетами. Ты замерзла вся. Кухня – это отдельная мечта многих дизайнеров интерьеров. Самовары, грозди сушеных овощей и фруктов под потолком, грубо сколоченный стол и стулья посередине. Ну вот, чай готов. Пойдем смотреть мой телевизор. Отец, я не смотрю телевизор. Давайте лучше поговорим. Мою можно смотреть бесконечно. Мы вошли в следующее помещение, и первое, что я увидела – огромное окно с захватывающими видами на Кавказ. Вот мой телевизор. Здесь я провожу свободное время с книгой. Отец, такой телевизор. Я готова смотреть вечно. Эта комната тоже искусно обставлена. Уютный очаг около окна. На нем каминная полка с множеством элементов старины. Снова самовары, подсвечник. Слева на стене стенд с посудой. Справа столик с красивой композицией сухоцветов. Мы вернулись к камине. Давай будем говорить, дочка. И мы говорим, говорили, говорили долго, обо всем. Я смотрела на этого сурового человека, а он менялся. В один момент мы подошли к окну, и я посмотрела в его глаза. Ярко-голубые, молодые и добрые. Они искрились теплотой. Чай давно остыл, а солнце начало опускаться за горы. Уходить не хотелось. Было хорошо, тепло и уютно. Но меня ждали внизу. Отец засуетился. Понравился мед, дочка? Он настоящий. Возьми. Детям очень хорошо. Болеть не будете. Мы попрощались, и я отправилась в обратный путь. И почему-то стало очень радостно. Дальше я частично катилась, частично плыла. Путь вниз оказался более быстрым. В сумерках я подошла к машине. Успела. Оставшийся путь домой я улыбалась.